Создание рабочих мест, социальные проекты, развитие отечественного производства и новый механизм взаимодействия с властью. На этом строится принцип работы общественной организации «Деловая Россия». В современных условиях, когда усилились санкции Запада, важно поддерживать малый и средний бизнес. Вопросы поддержки обсуждали и на съезде регионального отделения. Я бы хотела не разговаривать с властью, а использовать площадку как возможность взаимодействия с предпринимателями. Это сообщество предпринимателей, где мы можем обмениваться опытом, где мы можем из разных сфер, собираясь, новые конструкции бизнеса создавать, может быть, какие-то совместные проекты делать. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что это хорошая площадка для рождения каких-то социальных проектов. Ведь наш город так нуждается в развитии. Живое общение, которое сейчас необходимо в той сложной ситуации, которая возникла. И это важно как власти, так и бизнесу. Чтобы это были реальные какие-то мероприятия, проекты, которые бы работали. На встречу омбудсмена Екатерина Толчина избрали новым руководителем регионального отделения деловой России. По ее мнению, ключевая проблема для бизнеса – это экономическая неопределенность. А главная задача – создать условия нормальной работы между бизнесом и налоговой. В условиях нынешних, то есть первое, о чем говорят предприниматели – это комфортная система налогового администрирования и налогообложения. Деловая Россия представляет интересы предпринимателей с 2001 года. Главными достижениями в своей работе бизнесмены видят выстраивание взаимодействия между властью и предпринимательским сообществом, поддержку социальных проектов и контроль за патентной системой. Кирилл Савосин, Данил Сурков, Управда ТВ